Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, братья и сестры, приветствую всех вас со Львова. Приветствую с места, которое называется Золотая Роза. Золотая Роза – это синагога. Синагога молитвенников, которая была уничтожена немецкими фашистами во время Второй мировой войны. И затем она не была восстановлена, она так и осталась уничтоженной, но некоторые фрагменты, вот эти стены, они остались как напоминание о той былой Великой Синагоге. Синагоге молитвенников, синагоге с такому собранию евреев города Львова. Слава Богу! Так что, и вот сегодня шаббат, сегодня суббота, и сегодня я приветствую всех вас этим старым добрым еврейским приветствием. Субботний мир всем желаю! Шаббат шалом! Вот, и здесь, возле развалин этой Великой Синагоги, в Великом городе Львови, сегодня благодарю Бога за все и благоставляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, который есть подлинно свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Благодарю Бога всемогущего за жизнь и благоставляю вас. Благоставляю. И сегодняшнюю субботу мы вместе с Кифой здесь, во Львове, с нашим епископом, да. Вот, и уже завтра здесь проповедую во Львове в собрании церкви евангельских таких верующих, евангельских протестантских верующих. Называется Бильша Благодать, Бильша Благодать, на Ломкевске 3, пастор Михаила Грищенко. И в этой церкви уже не первый раз я, как и во Львове, собственно, уже не первый раз. Но каждый раз, приезжая во Львов, я стараюсь побывать здесь, на этом месте, которое называется, да, Золотая Роза. Так и называется это место, Золотая Роза. С того времени старая еврейская улица есть здесь. То есть, в общем-то, этот район, как и, да и многие районы, честно говоря, во Львове даже большая часть населения, или половина населения, наверное, точно, были евреи. Долгое время и до войны здесь проживало огромное количество евреев. Но, когда пришли фашисты, то началось уничтожение еврейского населения, то, что мы называем Холокост. Хотя в еврейской нашей традиции мы называем обычно это Шоа, трагедию. Я, как православный архиерей, как еврей, как реформатор, священнослужитель, очень много уделяю внимания теме Холокоста, теме Шоа. И сегодняшним днем у нас тоже молитва идет против антисметизма, фашизма, нацизма, ну и коммунизма и прочих всяких атехизмов, знаете ли. Вот, и насущность, актуальность такой молитвы, она давно как бы осознавалась, ощущалась многими верующими. Ну вот, несколько лет назад было решено, принято решение, слава Богу, за киевскую еврейскую мессианскую общину, молиться вместе, молиться именно против антисемитизма, нацизма и прочих всяких атехизмов. Вот, есть молитва за Израиль, мы молимся каждодневно, молимся раз в неделю. Особенные молитвы бывают, и каждый год у нас молитвы проходят за Израиль, за Иерусалим, особенно, конечно, в праздники, которые вот, библейские праздники, да, или же современные уже праздники Израиля, День независимости Израиля, да, в частности. Вот, потом День Иерусалима, так и есть праздник День Иерусалима тоже. Молимся за Иерусалим, молимся за Израиль, вот, но раз в году проходит молитва в этом году, вот 1, 2 и 3 марта, как раз в эти дни, сегодня 2 марта, кстати, сегодня 2 марта 2019 года сего, и вот в этом 2019 году, 1, 2 и 3 марта проходит эта молитва межконфессиональная, междинаминационная, молитва против антисемитизма, нацизма. Проходит она в Киеве, у нас в церкви тоже проходит, завтра богослужение нашей киевской архипископии, но сам я не смогу быть в Киеве, я во Львове эти дни, но всей душой тоже с нашими братьями в молитве. Ну, а здесь, во Львове, завтра вот в собрании евангельских верующих, буду тоже говорить об этом, и будем молиться вместе. Слава Богу, благословения всем вам, Господних, того благодатью, и человеколюбиям всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Вот, и молитва против антисемитизма, она, конечно, и нацизма, она такая специфическая, и я честно скажу, что далеко не все верующие, рожденные свыше люди, понимают важность и актуальность подобной молитвы. Наверное, проще, наверное, понимать, осознавать молитву за что-то, да? Молитву за, допустим, за Израиль, за Иерусалим, за еврейский народ, за весь мир, в конце концов, за мир во всем мире, как бы это понятнее молитва. Но когда молитва против чего-то, да, вот здесь как бы порой непонятно, что это такое, для чего, зачем, почему. Есть молитва, которая тоже в Священном Писании нам говорит, пусть и немного, но говорит нам о молитве брани, о молитве сражений. Есть прообразы в Ветхом Завете, прекрасные прообразы этих великих сражений, подвигов. В Новом Завете Библия нам раскрывает удивительную картину, что наша брань не против плоти или крови, наша брань против духов злобы поднебесной, наша брань духовная, наша брань, знаете ли, она война, которая за людей, не против людей, а за людей, даже и молясь, поэтому против нацизма, против антисемитизма, мы молимся, получается, за антисемитов, за нацистов, за их покаяние, молясь против зла, против греха, мы молимся за грешников таким образом, да, вот, и это очень важно осознать, очень важно понять, слава Богу. Вот, поэтому наша брань, она действительно духовная, и оружие нашего этого сражения, воинствования, они не плотские, они духовные, и первое оружие наше, конечно, самое основное, это молитва. Многие присовкупляют здесь и пост также, это тоже очень важно, вот, молитва и пост. Главное оружие христианского война, также смирение, милосердие, добрые дела, много всего, тоже есть это духовное оружие. Ну, а самое основное, конечно, это оружие молитва. И вот молитва, молитва брани, молитва против антисемитизма, нацизма, вот, как раз завтра планирую здесь, вот, во Львове, на служении, как раз об этом говорить более подробно, более детально. Слава Богу, слава Иисусу Христу, вот, и благоставляю всех вас, друзья, со Львова, с древнего великого города, благоставляю с этого места золотая роза, великая синагога, никогда, то, что от нее осталось, мы видим. Но молюсь о духовном пробуждении Израиля, о духовном пробуждении еврейского народа. И пусть и здесь, во Львове, и по всему миру поднимаются молитвенники, пусть по всему миру, межконфессионально эта молитва, сегодня, вчерашняя, сегодняшняя и вот завтрашняя здесь, во Львове, объединяющие верующих разных конфессий, разных деноминаций, пусть будет благословенно. Слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Львова, с Украины, Божьей милостью, архиеписком Сергей Жуалев. Благословения всем вам. Мир всем. Благословения всем.